привет вас ну я надеюсь вы нагулялись отдохнули чистое экономическое видео я уже немножко рассказывал это вот сайт нашей таможенной службы смотрите они уже посчитали экспорт импорт украины за 2021 маленький ликбез таможенная служба считает по товару ну здесь нет услуг только товар как она считает вот пример вы отгрузили товар до денежки не получили засчитали обратный вариант быть когда-то за его заплатили там полгода назад а только сейчас получили вот только час считай то есть она считает по движению товар и отправили соответственно экспорт получили импорт все nbo считает по-другому nbo считает по деньгам сделали предоплату всего засчитали другой вариант вы поставили товар там Через год только заплатили. Вот тогда и засчитали. Поняли? По этой причине показатели НБУ и показатели таможни не совпадают. Но для этого есть Госстат, который берет эти два показателя, сравнивает, ну сводит, то есть там вот просто есть методика, которая позволяет вот это выровнять, чтобы засчитать. И засчитывает за год. Но смотрите, какая ситуация. НБУ еще не посчитал за весь 2021 год. Госстат тоже не посчитал. Потому что ему надо время. А таможня вот все посчитали. По этой причине НБУ только за 11 месяцев, Госстат за 11, а таможня за 12. Там бывает, когда же Госстат посчитает все, бывают небольшие отличия. Но честно слово, они настолько несущественные. Ну, примерно там они миллионов на 12-15 могут в одну-другую сторону посчитать. Бывает ситуация, что наоборот, вроде бы больше поставили, меньше заплатили. Наоборот, сначала больше заплатили. Тоже такое бывает. Ну, в принципе, тенденция четкая. Так что предлагаю вам посмотреть, как сработала таможня. Точнее, экспорт-импорт Украины за 2021 год. Нет, таможня, между прочим, тоже хорошо сработала. У нас платежи импортной ДЭС в этом году выросли до одурения. Обращаю ваше внимание. Почему выросли? Смотрим. Видите, вот слово экспорт. Да, это вот, как вы уже поняли, синенький, это 2021 год, это 2020. Экспорт. В прошлом году было 50 миллиардов, а тут почти 70. Экспорт вырос, экспортная выручка выросла, валюта поступила. Да ну, если не поступила, поступит. Помните, я время от времени говорю, ребята, нас валюту завалили. Да нет, да вот. Ну, смотрите, если в процентах, видите, в процентах, то у нас экспорт из Украины товаров вырос на 38 и 30 процентов. Ну, в процентах, в деньгах, это почти 19 миллиардов. Больше, 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 больше. Ну, давайте сразу вам покажу, что. Вот видите, структура. Ну, можно развернуть. Черные металлы. Ессс! Это непросто. Тут бать в деньгах. Зерновые культуры. Есс! Руда. Есс! Жиры. Алия. Ну, послушаем. Есс! Ну, дальше. Электрические машины и оборудование. Вот так вот. Вы говорите, нет. Есс! Ну, это всякие плоды, дерево. О, дерево, видите, да, на 2 миллиарда. Отходы химической промышленности. Помните, я там немножко утрировал. 1 миллиард 700, да. Не удивляйтесь, действительно, Евросоюзе не хватает отходов пищевой промышленности для корма скота. А у нас их довольно много. Да, да. И мы экспортируем. Ну, серьезно. Причем, ну, что-то, чаще все это, что макуха, жмых. Ну, я понимаю, что для вас это, может, ничего не значит. Но кто занимается животными, понимаешь. Мебель. Вот, пожалуйста. А, говорит, не. Ну, пожалуйста. Причем, больше всего, мебель мы поставляем в Польшу. Нет, в Польшу. В Польшу. Такая ситуация. Пластмасса органический, так что, о, видишь, мясо. Ну, не будете удивляться, но, видите, это даже мы поставляем нефтепродукты, не топлива. Да, да. Ну, сразу объясняю, что это такое. Смотрите, у нас в 2021 году мы покупали азербайджан на нефть, перерабатывали и экспортировали в Европу. Да. Я знаю, что это в рамках азербайджана, ну, совместного проекта. Да. Ну, вот это вот реактор и так дальше. Да, есть оборудование. Ну, смотрите, все равно мы это делаем. Оборудование для промышленности поставляем. Ну, просто опять же, видите, здесь миллиард семьсот, а вот здесь черный металл и сколько у нас? О, 14 миллиардов. Да, такая ситуация. Так что, ну, как вам сказать, конечно, приятно поругаться, что давайте будем самолеты. Я говорю, ребята, прекращайтесь с вашими самолетами. Продавать на то, что покупаем. Покупаем. Ну, и, как вы сами поняли, что почему вырос экспорт. Черный металл, спрос на черный металл в 21 году вырос. И потому, что в 20, вы помните, все сжималось, ну, карантины. А в 21 все-таки экономика начала жевать. И спрос на металл рванул. Цены на металл выросли. В конце года уменьшились, спорить не будем. Ну, и продукты питания. Ребята, ну, поймите вы, наконец-то, что кушать хотят все. Ну, в России есть нефть. Ну, нет у нас ее. Нет, сколько бы там эти чудики не рассказывали. Нет, дело есть. Нет. И газа у нас нет. Ну, нет. У нас их мизер. А в России это могут. Они нефть, газ продают. И лес заодно. А мы зерна. Хотя в последнее время Россия тоже довольно много продает зерна. Так что, как видите, близки по духу. Но, смотрите, какой нюанс. Экспорт вырос. Тут же все, никто не спорит. Импорт тоже вырос. Видите, в прошлом году было. 54 миллиарда, а тут 73. Ну, в процентах 36, а в деньгах почти 20 миллиардов. Ну, теперь надо покричать. Плохо, ужасно. Ребята, это хорошо. Сейчас покажу. Смотрите. Ну, понятно, традиционно мы топливом. Ну, здесь все сидит. Смотрите, вот. Видите. Тут и нефтепродукты, и газ, и ту нефть, которую мы купили в Азображении тоже. Ну, понимаете, какая ситуация? Конечно, можно рассказывать. Давайте не будем закупать бензин. Давайте. А, да, да. Ну, не можем. Ну, потому что у нас действительно, у нас 50-50. Половина топлива украинского, половина импорта. Ну, если нефть закупать, то же самое. Потом, вот это вот, чтобы вы правильно поняли, это как раз для атомных электростанций. Да, сейчас на сегодняшний момент у нас тоже 50-50. 50% в России покупаем, 50% в США. Но для атомных электростанций нужно топливо. И вот здесь у нас сидит. Здесь просто вот... Ну, я не знаю, почему так они считают. Реакторы ядерные, там же и сырье для атомных реакторов. И там же оборудуют. А вот это вот, ребята, 7 миллиардов, это еще раз говорить, что бабки у вас есть! Это новые автомобили. Ну, в основном, это транспортные средства. Да, да. Ну, понимаете, какая ситуация? У нас, конечно, нищета ужасная. Ой, ой, ой. Но есть такая ассоциация Украинского автопрома. Они считают продажу новых автомобилей. Только не рассказывайте мне, что это не правда. Нет, они считают четко. Тем более, им даже обманывать не надо. Это нормальная продажа. Новых автомобилей? Новых! Вот в 2021 году продажа новых автомобилей в штуках. Не в деньгах. Там вообще штуках выросла 2,4 раза. Я понимаю, что в 2020 году был провал. Я понимаю. Нет, а сэмом был провал. А тут рост. Народ рванул. Вы хотите сказать, что здесь нет? Нет, у вас нет. Трех есть. Нет, ну, видите, в этом году покупка новых автомобилей. Автомобили у нас импортные. Соответственно, рост импорта. Не, у нас вообще, ну, вы же сами видите, что у нас импорт. Да, топливо. Никто не спорит. Машины тоже. Ну, вот это вот смартфоны. 6 миллиардов. Бытовая техника, смартфоны. Ну, опять же, ситуация. Ну, вы говорите, а давайте будем сами производить. Зачем? Ну, вы понимаете, во всем мире есть разграничения. Мы производим зерно. Мы черный металл. Но смартфоны проще купить. Вот такая ситуация. Машины тоже проще купить. Ну, дальше, как видите, о фармацевтике. Ну, сами понимаете. Вечная тема. Причем, чтобы вы правильно поняли, у нас много производят украинской продукции фармацевтики. У нас тоже получается сейчас 60% лекарств это украинские. Но для производства многих лекарств закупают сырье за границей. И это специфика фармацевтики. Вот, к примеру, запатентовали, сделали какое-то вещество. Так вот эту вот суспенцию вы можете купить, привезли в Украину и делаете такие же сами лекарства, но и получается дешевле. Дешевле рабочая сила, плюс еще дешевле работа. и у вас она получает дешевле, чем немецкая. Но без суспенции нельзя. А делать нельзя патентная чистота. Ну, понимаете, вот они там сделали вот эту вещь и говорят, стоп, только мы производим. Вот вы разработаете, запатентуете, нет проблем, а тут нельзя. Ну, это такая специфика фармацевтики. По этой причине, да, ну и плюс есть лекарства, которые покупают. Ну, у меня одобрение понятно, причем мы тоже черный металл немножко покупаем и ЕЖСИ. Так что, что получилось итогов? Итого получилось минус 5 миллиардов. Видите, тут было ну почти 4, ну 4,7, сейчас 5. Я много раз говорю, что у нас, к сожалению, сальдо, внешний труд, это товары, это безуслух. Только потому, что, да, минус, потому что, ну, ну не можем отказаться от покупки импортных автомобилей. Просто не можем. Не можем отказаться от покупки бытовой техники. Не можем. Ну, про газ и нефтепродукты, ну, вы сами понимаете. Ну, конечно, подтруднять можно, что мы сейчас будем, ну прекращайте. Ну, это же нереально. Потому что, даже, мы перерабатываем всю нефть, которую здесь добываем в Украине. Но, это покрывается на все там 20-30% все равно. Мало, мало нефти. И газа мало. Так что, такая ситуация, ребята. Как видите, все довольно понятно, прозрачно, познавательно. Ну, теперь можете высказать свое мнение. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok, Продолжение следует...